Я немножко в форме включился в ваш диалог, в вашу дискуссию, но я просто бы обозначу несколько серьезных важных моментов с нашей точки зрения, которые, наверное, нуждаются в обсуждении. Принципиальный вопрос, который мне бы хотелось посвятить, и что бы мне хотелось сегодня с вами рассказать, то, что, ну, наверное, о проблеме, которой мы занимаемся, и которой мы все занимаемся с вами, не надо много говорить, она известна, она понятна, что, к сожалению, метастаза меланома очень часто в случае клинических проявлений мы выявляем у пациентов, когда мы их лечим в процессе лечения, и почти у трех четвертей, у 70% при аутопсии в больнице с меланомой мы выявляем метастаза задавного мозга. Принципиально, что на сегодняшний день, то методы, которые мы используем, те, которые мы практикуем, за которые мы активно агитируем, это методы сиротокического воздействия, радиохирургии, гипофракционирования, вызывают все большую и большую популярность, и показано, что они действительно реально работают и при больших очагах, и при редисентах, в том числе и опухолях, и при множественных опылях тоже. При этом те методы, которые пользовались раньше, сейчас это обучение всего уголовного мозга, наравняются очень крайне неэффективность, то, что на море пациента, еще к тому же и чревато различными проблемами для них, это, прежде всего, когнитивное нарушение, неврологическая симптоматика, которая нарастает, чем больше пациент переживает с момента проведения лечения. И по его сегодняшний день устойчивый тренд в современной радиотерапии, радиохирургии, когда вместо облучения всего мозга, причем вне зависимости от того, какую патологию мы лечим, все большее значение имеет именно локальное облучение, или радиохирургии, или методом гипофракционирования, который мы также используем. Ну, один из примеров буквально, который мы на днях смотрели пациента через два месяца после облучения, вот того человека, который возник на фоне системного лечения, его регресс уже через два месяца после проведения лечения. Это мнение, оно не только начало локально, оно подтверждается имеющимися рекомендациями, оно подтверждается в частности такой авторитетной организации, как ССН, то, что сегодня фактически даже при распространенном заболевании, метастатическом поражении головного мозга, с даже при этом менингами прогрессии, и при достаточно спокойствии пациента, тем не менее, радиохирургия имеет свое место и является методом выбора большинства пациентов. Наш материал, который мы с вами делимся, в этом году будет большая работа нашим доктором Вану из Центра Гомоджа Москва, который посчитал всех наших пациентов. Видите, какой уровень это материал? Это больше 1600 пациентов, это больше 2000 очагов, и при этом меланома занимает, что эта меланома занимает третье место среди наших пациентов из-за всего общего количества. При этом, к сожалению, конечно, для выживаемости у больных с меланомой, они хуже, предположим, при раке молочной железы, при раке легких, но, тем не менее, нам больше чего уходится обидеться. Это наш материал, опять же, и мы показываем, что сколько количество мужчин, количество женщин и средний возраст порядка 60 лет у наших пациентов болезнь с меланомой. В принципе, вообще радиохирургический подход, радиохирургия использует ее, позволяет увеличить производительность жизни, это сохраняя ее качество. Это принципиальный вывод для всех категорий болезнь, в том числе болезнь с меланомой. К сожалению, результаты самого лечения, что локального воздействия, что локальная рецидивия достаточно... Выживаемость у пациентов на сроке 12 месяцев, к сожалению, не превышает 24%. Но при этом также локальные рецидивы тоже достаточно много. Почти половина пациентов на год лечения мы имеем место уже к локальной рецидивы. И это обусловлено многими фактами, в частности, тем, что лечение болезнь с меланомой затрудняется тем, что часто, думаю, не только сам человек, который накопит контраст, но и очаги, в которых происходит кровоизлияние, это частая ситуация у этих пациентов, и поэтому окотывание этих опухолей, оно сопряжено к повлиенным рискам. Тем более, если это больно уже был проберием вследствие того же кровоизлияния. И тоже у этих пациентов, к сожалению, мы имеем часто дистантные метростазы. Порядка почти 176 пациентов через год после проведения первичного лечения. Интересно, что от количества очагов наше лечение в принципе не зависит. То есть важный вопрос, только один самый главный. Это один очаг или их много? Это западает с данными японских авторов. И вот если мы посмотрим на наших пациентов с меланомой именно, то на момент лечения, на момент проведения первой рацифергией, в среднем у этих пациентов было 7 очагов, а максимально, так же, 11-137, хотя буквально мы вчера лечили пациенту, у которых было 44 очага. И интересно, что действительно мы видим, что важно, что если сейчас пациент один, то выразиваемость уже выше в два раза, чем если больного несколько очагов. Несущественно их на хоть 5, 6 или больше 10. Также важно, что при этом мы имеем возможность при вознаграждении дистанта недостатков, при вознаграждении новых очагов, мы имеем возможность повторять наше лечение. И среди пациентов, у нас есть пациенты, я покажу еще наблюдение, которые принесли и 1, 2, и 5, и более даже сеансов радиохиологического лечения. И это существенный фактор прогнозический, для увеличения продолжительности жизни. Мы видим, что у части пациентов мы можем взять так называемую хронизацию болезни. То есть фактически больная хронизация и качество жизни, и повторная служба позволяет каталировать новые очаги, которые возникают. Другой вопрос – это объем очага. Это очень важный показатель. Почему? Потому что с существующими рекомендациями мы ограничены при подведении локальной дозы в зависимости от объема. Ибо увеличение, больше объем сопряжен с тем, что мы можем подвести меньшую дозу для того, чтобы избежать повознение лочевых реакций, лочевого некроза. Поэтому только при небольших очагах можно подвести дозу, которую мы считаем адекватной. А в случае меланомы – это 20-24 грей по краю. Средняя зависимость за какого привода мы используем. И, конечно, при увеличении объема результаты хуже, потому что мы подводим меньшие дозы облучения. И здесь, опять же, прямая зависимость между объемом, или суммарным объемом, и суммарным каждого очага. Чем это больше объем, тем наши показатели хуже. Что при этом можно делать? Ну, понятно, что один из важных в этой операции, который позволяет удалить эту локухоль, если это возможно, без улучшения состояния для локального состояния пациента. Но при этом надо учитывать, что даже небольшие остатки и даже отсутствие локалитных остатков у данного пациента, к сожалению, оборачивается, что через некоторое время возникает локальный рецидив. И проведя, опять же, мы посчитали, посмотрели, что действительно, что проведение лучевой терапии впоследствии после удалительного удаления фактически в два раза улучшает этот показатель. И в два раза рецидив развивается реже у больных, которых при них было приведено облучение после проведения удаления опухоли. Новая тенденция, которая все больше и больше популярность и в нашей стране, и за рубежом – это предоперационное облучение. Мы даже много больных этих уже как бы наблюдаем. И здесь даже интересно, что даже большой объем опухоли, если он сопровождается облучением в последующем удалении в ближайшие несколько дней, не приводит к улучшению состояния пациента, но позволяет при этом значительно улучшить логистику всего процесса, улучшить показатели и выживаемости, и локального контроля, и гораздо реже встречается в эпидемиальное состояние после проведения удаления с потерянным облучением. Другой подход, который мы используем для лечения больших анализов – это гипофарционирование. Когда разовая доза превышает 4 игры, обычно 5, 6, 7, 8, в зависимости, опять же, от объема и количества фракций, и это позволяет проводить лечение даже без проговорительного удаления с хорошим результатом, с точки зрения показателей выживаемости и локального контроля. Причем, опять же, это метод, который становится популярным не только в нашей клинике, но и во всем мире. Но окончательные режимы гипофарционирования пока не уточнены. И вот, опять же, мой коллега, доктор Летов, она подводит результаты этого исследования, а это, надо отметить, было реально рандомизированное исследование, были разделены больные в зависимости от использования схемы на три группы. И вот получилось, что мы эти результаты еще подводим, но принципиально, что даже больные с анонимными, даже с большими очагами, режим гипофарционирования имеют, подчас, хороший результат. Это с точки зрения, опять же, локального контроля, с точки зрения развивающейся токсичности. Вполне приемлемый для этих пациентов. Один из примеров, которым я хотел поделиться, это пациент, который был на фоне системной терапии и рака кожи, меланомы кожи, возник, достаточно большой очаг в стволе головного мозга, состояние больного прогрессивного ухудшалось. На фоне стерротной терапии мы смогли провести лечение. И надо отметить, что, несмотря на плохой прогноз по всем шкалам, уже через год мы увидим защитительные регрессы этой опухоли. И вот контроль. Недавно нас поздравлялась с днем медика. Тоже вас поздравляем. Видите, прошло 10 лет, и пациент, в общем, вполне в состоянии находятся ремиссии, несмотря на такую ужасающую картину, которая была 10 лет назад. В целом, если мы посмотрим результаты наших радиоактивистов лечения у больных с меланомом и с рациентом на ногу на мозг, то многофакторный анализ выявил, что на самом деле именно футбольный статус больного на момент лечения и суммарный объем очагов имеет принципиальное дольчение для этих пациентов. Ну и, конечно, то, о чем, наверное, сегодня уже не раз говорилось, это, конечно, системная терапия. И видно, опять же, по всей нашей группе, что после появления таргетной терапии в нашей стране существует 15 лет, так вот, только в последние годы значительное улучшение результатов мы отметили при сочетании методов фокального облучения и проведения системной терапии, конкретно таргетной иммунной терапии. Это конкретно у пациентов с меланомами. Мы видим, что фактически применение таргетной терапии, и особенно у больных, у которых есть, естественно, наличие активирующих мутаций, то видно, что фактически в два раза результаты лечения превышают тем, что при больных не получают лечение по тем или иным причинам. И надо отметить, что то, что вот, казалось бы, это вот такие успехи достигнутые иммунной терапии, системной терапии были таковы, что многие авторы призвали к тому, что, может, это достаточно, может, вполне хватает того, чтобы больной получать системное лечение, иммунную терапию, таргетную терапию. Но оказалось, что это не совсем так. И даже появились такие статьи с таким предупреждением, пожалуйста, не будем мы заниматься деэскалацией нашего лечения. Оно должно тоже достаточно в соответствии с агрессией самой опухоли. И вот, в частности, тоже, опять же, наше наблюдение. Большая опухоль, которая возникла, получили при применении обдивы хороший эффект. Опухоль практически регрессировала, но при этом появились новые очаги. То есть болезнь в целом прогрессирует. И уже после применения радиохирургии видим регресс всех очагов, которые появились уже на фоне применения иммунной терапии. И в целом на сегодняшний день в течение последних пяти лет уже активно обсуждается, что именно комбинация лечевой терапии и иммунной терапии, и тарганной терапии могут быть действительно наилучшие результаты. Уже отработано более-менее понимание, почему это происходит. Понимание того, что принадлежит у меня достаточно высокие дозы, чтобы запустить эту комбинацию, запустить этот эффект. Препараты, которые при этом применяются, они самые разнообразные. Это и мула, и муризумаб. И их комбинация также на нем стоит еще понять, какой же оптимальный метр лечения для той или иной формы меланома маимии. Очень важно, что также это позволило натолкнуть нас на правильную сторону более подробного изучения воскопального эффекта или внемишенного, когда облучение того или иного очага приводит к тому, что мы получаем не только очага, которую мы облучаем, но и находящиеся на расстоянии от нашей мишени. И опять же, мы уже на сегодняшний день имеем определенные схемы, которые позволяют нам объяснить, почему так происходит. И не только локальное воздействие и комбинация иммунотерапии и подведение высокооблучения на дозы, но и на дистанцию этот эффект обозначен, и мы тоже этот эффект уже увидим в наших пациентах. То есть на сегодняшний день именно сочетание воздействия на фигенол, сочетание облучения и иммунотерапии позволяет быть перспективным и грузированным надеемся на начале лучшее для наших пациентов. Важно, опять же, когда применяется иммунотерапия, это тоже очень важно и принципиально, и работы показали, что здесь не важно не отсрачить, не проводить на более дальнее время от момента диагноза радиохирургии с лечением, но изначально начинать даже с нее, и при этом, при этом, лучший эффект, практически на 15%, если мы уже проведенную радиохирургию дополняем иммунотерапию. Интересно также, что то, о чем мы говорили о предоперационной радиохирургии, что это также при этом применении ее, именно при этой операции, перед удалением, также, по-за этого, улучшится иммунный эффект. И более того, лучше именно в режиме гиперфакционирования, а не в режиме облучения за одну фракцию так называемой радиохирургии. Наблюдение, которое я не могу тоже вам не принести, это пациентка, которая была поставлена диагнозом, но очень здоровой по-за этого мозга. Сейчас я заканчиваю буквально одна минута. Особо больной было пролечено 19 очагов на первичном лечении, при этом по всем шкалам она должна была прожить не больше 4 месяцев. И за время наблюдения впоследствии она пережила 7 различных лечений радиохирургических, проявила облучение всего мозга, облучение локальных очагов применений. Мы, кажется, в этой пациентке видели и так называемый обскопальный эффект тоже. Ну, она в итоге скончалась, но уже через 4 года в 10 раз практически пережив сроки, которые были обозначены современными шкалами прогнозов. И наш метод мы сохраняем и на другой локализации. Надеемся, что в сочетании с иммунной терапией, в сочетании с методом, который мы применяем для внимания, сколько пациентов больной, и используем метод в машину обучения для контрренной опухоли, для точения прогноза, мы сможем улучшить прогноз наших пациентов и им помочь реально в ближайшем будущем. Спасибо.